Продолжаем. Пожалуйста, НТВ. Кондратьев. Телекомпания НТВ, Кондратьев. Владимир Владимирович, 25 лет падения Берлинской стены недавно мы отметили. Вы сами были свидетелем того события 25 лет назад, когда работали в ГДР. И много было достигнуто, может быть, не то, что мы думали вначале, много было надежд, но всё-таки были достижения, и благодаря вашей настойчивости Россия даже была одно время недалеко от отмены визового режима с Европой. И вот сейчас, в этом году, в юбилейном году, в течение каких-то нескольких недель возводится новая стена. Она не бетонная, но тем не менее явственная, незримая, но стена отчуждения, подозрительности, взаимного недоверия, взаимных упрёков. Вот куда может завести это похолодание? Некоторые говорят уже чуть ли не о пороге холодной войны новой. И будем ли мы в будущем жить в разделённом мире, или есть какие-то возможности всё-таки восстановить диалог и сотрудничество? Вы сейчас сказали о том, что рухнула Берлинская стена. Вот сейчас мы видим то, что возводятся какие-то новые стены. Я сейчас отвечу на этот вопрос и надеюсь, что вы со мной согласитесь. Мы не сейчас это видим. Но вы же специалист по Германии, по Европе. Разве после Берлинской стены нам не говорили, что не будет расширения НАТО на восток? Но оно уже пошло немедленно. Две волны расширения. Это что, не стена? Да, это не нарыли, это виртуальная стена, но она начала создаваться. А система ПРО рядом с нашими границами – это что, это разве не стена? Понимаете, никто не остановился. В этом же самая главная проблема сегодняшних международных отношений. Наши партнёры не остановились. Они решили, что они победители, что они теперь империя, а все остальные вассалы нужно дожимать. Я вот говорил же это в послании. Вот в этом проблема. Не остановились строить стены. Несмотря на все наши попытки и жесты работать совместно, без всяких разделительных линий, в Европе и в мире в целом. И я думаю, что наша достаточно жёсткая позиция по известным кризисным ситуациям, в том числе и на Украине, она должна нашим партнёрам дать понять, что самый правильный путь – это прекратить строить эти стены и выстроить общее гуманитарное пространство, пространство безопасности и экономической свободы. Продолжение следует...